Всем привет! Пока все обсуждают блокировки Дискорда, разочаровывающий маленький приз в хомяке и квадроберов, тихо и не особо заметно происходит вещь, которая уже в самое ближайшее время существенно изменит весь русскоязычный интернет. И не когда-то там скоро, а уже в ноябре. Таймлайн поделится на до и после, и не будет такого пользователя в Рунете, которого это не коснётся. Большие перемены крадутся через маленькие изменения в существующий закон о связи. Закон о связи, казалось бы, такая мелочь. Хотя подождите-ка, интернет это что ж средство связи. И в том числе именно то, как люди проводят время в этом самом интернете, закон и признан регулировать. Суть в том, что уже начиная с 1 ноября у авторов в интернете появятся новые обязанности. Люди с аудиторией больше 10 тысяч человек должны будут сообщать свои персональные данные Роскомнадзору для внесения в особый список. Народ в свете этого закона заволновался только о том, что персональные данные блогеров станут доступны кому угодно. И это не самый важный момент. Данные вообще всех, кто не занимается своей анонимностью серьёзно, и так давно болтают о свободном доступе. А вот у реальных гуру анонимности, скажем так, мотивации соблюдать этот закон особенно и не будет. О чём я скажу попозже. Ещё небольшая драма была на тему того, что РКН изначально выкатил попросту невыполнимые требования к тем данным, которые нужно предоставить. Но это вообще бюрократическая мелочь. А вот что не мелочь, так это второе интересное и крайне недооценённое положение изменившегося закона. Людям запрещается распространять информацию от авторов, не попавших в упомянутый список. Честно говоря, я довольно долго пытался уложить эти две вещи в голове и понять, что в итоге государство от меня хочет. И вот это видео – результат таких размышлений. И вот если сложить эти два положения, представить, как вообще работает их сочетание, можно понять, что оно делает ведение блогов в нынешнем виде практически невозможным. Всё, что сможет делать зарегистрированный российский блогер – это обсуждать других зарегистрированных блогеров, читать официальные СМИ или заниматься просто совершенно абстрактным творчеством, даже не упоминая ничего из того, что не нравится РКН. Да, вы всё правильно поняли, законодатели хотят превратить благосферу в такое подобие локальной эстрады. Если вы ещё помните, что это такое. Жизнь звёзд, знаете ли, как было, наверное, во времена молодости какого-то очень высоко сидящего, но уже не молодого человека. Для тех, кто не подчинится этому порядку, будет запрещено сообщать о способах своего финансирования, то есть предлагать рекламу и просить донаты. А также этих плохишей будет нельзя репостить вообще никому. Насколько я могу судить по написанному даже обычному пользователю? Обычному же юзеру надо будет сверяться с списком РКН, прежде чем что-то репостить. Да, соцсети обяжут отмечать тех, кого можно репостить, но очевидно делать это будут только ВК с одноклассниками. Итак, репосты только по белому списку. Да, для всех, не только блогеров. Пока наказания для обычного пользователя нет. Но где гарантии, что завтра оно не появится? Формулировки закона говорят скорее о том, что наказание ещё просто не придумали. Да и у нас сторонников незыблемых прав человека сильно меньше тех, кто топит за права власти наказывать их самих. Такой вот у нас тут дэнджен. И да, если просто следовать букве закона, мне попросту надо удалять оба своих канала, потому что на них обоих я много цитирую иностранные источники, которые, конечно же, ни в какие списки записываться не пойдут. Звучит это всё как-то мрачное, только релаканты потирают свои руки. Ведь это полностью не их проблема. Вы можете сказать, что у них тоже будут неприятности, ведь их не будут репостить? Вот только репосты как способ продвижения давно ушли в прошлое. Сейчас рулит умный алгоритм рекомендаций, благодаря которым тот же YouTube стал главным источником трафика в мире. От того, что пользователь ВК или одноклассников не сможет сделать его репост, блогер не проиграет. Кроме того, сейчас на YouTube пошёл такой движ, что можно выпускать видео на нескольких языках. Времена, когда языковой барьер был чем-то вообще существенным, и ходят у нас на глазах в прошлое. Уже сейчас для многих каналов открылась возможность загружать звуковые дорожки на нескольких языках. И я думаю, уже через несколько лет будет абсолютно неважно, на каком языке записано исходное видео. Уже году в 26-м каком-нибудь потенциальной аудитории любого блогера будет почти равняться населению всей планеты. Минус население закрытых стран. И даже если вот это стремление, явленное нам в законе, полностью отделить российскую аудиторию забором от иностранной реализуется, те, кто останутся по ту сторону изгороди, потеряют куда меньше. Кроме того, написанное в законе и то, что происходит в реальности, часто не совпадает. Как знает любой юрист, де юра и де факто это разные вещи. Далеко не все платформы будут вообще сотрудничать с Роскомнадзором. YouTube совершенно точно не будет этого делать. Также довольно маловероятно, что данные нарушителей выдаст Telegram. Под каток РКН скорее всего попадут только те владельцы страниц на этих сайтах, кто сам тем или иным образом сообщит о себе, как о владельце канала. Если бы это было не так, обязанности сообщать о себе в законе бы просто не было. Да и вычислить владельца обычно в целом возможно. Однако это не то же самое, что установить юридическую связь, которую бы, например, можно было бы использовать как аргумент в суде, чтобы наказать владельца канала. Да и опытные авторы той же Телеги давно обучились использовать иностранные сим-карты для своих каналов. Так что даже если ТГ будет передавать данные, то только владельцев российских симок. Так что говорить о том, что закон деанонимизирует каналы в Телеграме, это вообще смешно. А угроза блокировки? Ну мы знаем, как эти блокировки работают, и сколько бы денег на них не выделялось, они не заработают никогда. Потому что существует такая страна, как Китай. Система блокировки контента в Китае на много шагов впереди российской, и также на много шагов впереди и способы её обхода. Российской власти придётся вложить ещё многие миллиарды зелёных денег и потратить годы для создания чего-то хотя бы отдалённо приближённого Китаю. А обычному пользователю достаточно будет найти то, что уже придумали китайские товарищи. Я даже где-то видел такую теорию, что все эти блокировки — это просто сговор компаний, производящих оборудование для их реализации, потому что забор выходит какой-то уж слишком дырявый. Официально Ютуба в Китае вообще не существует, но по какой-то причине блогеров и зрителей из Поднебесной на этой платформе, прямо скажем, немало. Даже несмотря на то, что в Китае действительно есть качественные популярные аналоги. Кстати о них, об аналогах. Начинать трястись стоит только тем, кто активно ведёт блог во Вконтакте, одноклассниках, дзене и подобных платформах. У меня вот есть две группы ВК, и 1 ноября, то есть ко времени начала действия требования регистрации, они прекратят своё существование. Да, я снесу все посты и исключу всех участников в группе ВИНГ-13 и протоколы SCP. Так что если для вас там есть что-то интересное, скопируйте себе, но не репостом, а саму по себе информацию. Для меня потери это в целом незначительная. ВКонтакт давал даже по нынешним трудным временам просто мизерную прибыль. За сотни тысяч просмотров всего несколько рублей. А сразу как я убрал ссылки с Ютуба туда, аудитория моих групп начала только сокращаться, что говорит о том, что никакого продвижения там просто нет. И авторы натурально делают одолжение подобным платформам, направляя туда внимание людей. Единственная весомая штука тут это Бусти. Да, Бусти был, наверное, слишком хорош, чтобы не было какого-то подводного камня. И, вероятно, РКН попробует взять за бубенцы авторов в Рунете через него. Хотя, как знать, если открыть условия предоставления услуг этой платформы, можно обнаружить интересное, что мы имеем дело с компанией, находящейся в Нидерландах. Бусти — это компания, находящаяся в офшорной юрисдикции. А значит, выбор между лояльностью и доходами для неё уже сделан. И следующий такой выбор, возможно, будет неизменным. Но, конечно, хотелось бы увидеть от них какую-то официальную позицию. В итоге российских блогеров поставили перед довольно абсурдным, в сущности, выбором. Они нам говорят, с одной стороны, мол, мы, то есть РКН со своими его требованиями, и авторы из утверждённого списка, на которых можно как-то ссылаться, а с другой стороны, вон те. То есть, вообще-то говоря, весь остальной мир. Выбирай автор, выбирай зритель. У кого-то там, может, даже осталась какая-то маленькая надежда, что кто-то там наверху задумается над всем абсурдом ситуации, и как-то это всё изменит. Но когда вообще такое было? В любом случае, странно, что все молчат, ведь с ноября по декабрь, когда нормы этого закона постепенно начнут вступать в действие, всё русскоязычное сообщество в интернете ожидает настоящая буря. Удар, который, может, даже кто-то не заметит, потому что не соприкасается с чем-то иностранным, и не упоминает острых тем. А кто-то не переживёт, потому что не готов. И к событиям такого рода нужно готовиться задолго до. Рассчитывать, что всё как-то само рассосётся, и будет хорошо, несколько легкомысленно. С другой стороны, впадать в панику не стоит. Русскоязычное блогерство — это, как в бизнесе принято говорить, работа под давлением. И иногда это давление возрастает. Иногда полезно проверять механизмы и возможности вашего батискафа. Впрочем, я не собираюсь и не призываю никого прямо идти в отказ. Выбор пути всегда за вами. Если вспомнить конец шутки про два стула, там надо было срубить содержимым одного стула, содержимое другого. Видимо, сидеть на обоих. В том случае, если гайки завернут окончательно, для себя я вижу, как вариант, создать третий канал для регистрации в государственной машине и донатов, на котором не слишком часто будут выходить какие-нибудь простые летсплеи, или, может, лайтовый исторический контент, или что-то типа того. Если рассуждать здраво, если ты автор, находящийся в России, каналу которого угрожают нововведения, возможно, имеет смысл оставить всё как есть, просто специально для подвлазных РКН-платформ сделать некую отдельную благопристойную морду, маску, которую вы будете показывать на тех платформах, где это имеет смысл. Ну или, возможно, у вас другое мнение и план, напишите в комментариях, подумаем вместе. Я вот, честно, даже не могу сказать, чего конкретно законодатель хотел добиться этим законом. Но самым заметным эффектом будет то, что русскоязычная аудитория разделится на две. На тех, кто будет интересоваться, что там в мире вообще происходит, и на тех, кто будет твориться внутри российских соцсетей, и не получать никакой информации извне. Только вот законодатели, похоже, забыли, что сейчас не середина 20 века, и человек потребляет информацию не только из централизованных СМИ, они-то как раз сегодня в глубоком упадке, и буквально выживают в мире блогеров и соцсетей. Я так вангую, что вторая, замкнутая внутри страны аудитория будет на самом деле очень маленькой, и состоять она будет преимущественно из людей возрасте, которые не смогут разобраться с соответствующими программами. Все остальные, даже самые ярые патриоты, не продержатся долго. Сидеть на платформах, до которых РКН сможет дотянуться, будет куда меньше народу, потому что всё, что они смогут предложить, это совершенно стерильный, я бы даже сказал стерилизованный контент, без возможности заглянуть за забор. Можете, как пример, на Рутуб посмотреть. Там видео на главной странице даже тысячи просмотров не всегда набирают. И чем такая политика закончится, мы можем увидеть не на таком уж далёком примере. В СССР культ всего иностранного возник не на пустом месте, и не просто так. Даже забавно, что все эти вещи продвигают люди того возраста, которые видели своими глазами, как оно бывает, когда государство пытается тотально контролировать культуру такими вот методами. Или, может, таков их планы есть. И потом, кто знает, посмотрим. Да, теперь и мы на это всё посмотрим, чем такое качается, надеюсь, со стороны. Всем пока!